В Казахстане определились с местом для строительства атомной электростанции. По словам Касымжимар Татукаева, развитие зеленых проектов играет для страны особое значение. Глава государства провел заседание Совета иностранных инвесторов. Он затронул вопрос привлекательности страны с правовой точки зрения и отметил, улучшение инвест-климата будет сопровождаться масштабными реформами. О чем еще говорил президент, знает Гульнара Жандагулова. Новые правила игры. Теперь они для всех. Для нефтяных магнатов, сталелитейных боссов и любых других акул-бизнеса. Политические преобразования не могут идти без экономических. Об этом сегодня на заседании Совета иностранных инвесторов заявил президент Казахстана Касымжимар Токаев. Наша страна взяла курс на построение свободной рыночной конкурентной экономики. И без улучшения условий для иностранных инвесторов не обойтись. Военный конфликт в Украине повлек за собой логистический хаос в мире торговли. А вслед за этим страны ощутили на себе инфляционное давление, рост цен и дефицит продуктов питания. Все это наши реалии. Сейчас важно оперативно выстраивать новые связи и пересматривать правила игры. Это понимает каждый из присутствующих инвесторов. Каждый из них представляет мировых гигантов в области нефти, газа, энергетики, телекоммуникаций. Президент дал понять окулам бизнеса. Государство уже адаптируется к новым условиям. Масштабные реформы затронут судебную систему. Будут сделаны шаги для улучшения законодательства через привлечение юристов из других сфер. В прошлом году зарубежные партнеры инвестировали в нашу экономику около 24 миллиардов долларов, что на 38% больше, чем годом ранее. Примечательно, что свыше 60% иностранных инвестиций уже приходится на несырьевой сектор экономики. Мы очень дорожим этими инвестициями и будем делать все, чтобы безукоризненно выполнять все свои обязательства перед зарубежными партнерами. Политику открытых дверей для инвесторов Казахстан будет только усиливать. Экономика Казахстана основана на экспорте сырья. Глава государства признал, что 80% всех выбросов парниковых газов в стране связаны с производством энергии на ископаемом топливе. Важно уже сейчас использовать технологии для декарбонизации нефтегазовой и горно-металлургической отраслей. Снижение выбросов углекислого газа потребует и снижение угольной и увеличение газовой генерации электроэнергии. При этом декарбонизация не означает одномоментного отказа от традиционных источников энергии. Около 30 тысяч человек работает у нас в угольной промышленности. Этот переход будет оптимальный, он будет постепенный, потому что мы, как сказать, не можем полностью перейти. Та же самая Польша, у нее есть определенные исключения. Дали ей, как сказать, квоту на использование угля, но постепенно перерезает. Зато она потом будет его резко снижать. Я думаю, Казахстан также пойдет примерно по этому пути. Причем нам нужно будет использовать еще альтернативные источники, переходные источники, такие как газ, атомная энергия и так далее, для того, чтобы полностью перейти к углеродной нейтральности. Европейский банк реконструкции и развития поддерживает в Казахстане проекты, связанные с декарбонизацией. В прошлом году объем инвестиций составил 600 миллионов евро. Они коснулись возобновляемых источников энергии, озеленения экономики. Европейские партнеры уверены, никогда не бывает слишком много возобновляемой электроэнергии. Это дешево, надежно и долговечно. ЕБРР рекомендует к 2025 году построить не менее 2 гигаватт новых ветровых и солнечных мощностей. Глава государства в своей речи акцентировал внимание на растущем потенциале для развития возобновляемой и альтернативной энергетики. Поставлена задача к 2030 году довести долю ВИА в энергобалансе страны как минимум до 15%. Очень важный проект, над которым мы работаем в Алматы по трансформации сферы отопления. Это переход с угля на газ и надеемся, что к концу года этот проект будет подписан. Этот проект будет способствовать снижению загрязнений в городе на 30%. По Казахстану хотелось бы сказать, что мы работаем над современными счетчиками системой замерения газа. Это соответствует повестке декарбонизации. Мы говорим о переводе ТЭЦ, который сейчас работает на угле, на газ. Газ рассматривается в качестве транзитного топлива. Газовая отрасль играет ключевую роль в снижении использования угля. Уровень газификации Казахстана достиг 53%. Однако спрос привел и к дефициту, с которым уже в скором времени могут столкнуться казахстанцы. Касамжумар Тукаев дал поручение правительству в срочном порядке решить вопрос финансирования проекта по строительству газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью в миллиард кубометров. Кроме того, на Совете стало известно и о расположении будущей АЭС. Атомную станцию планируют построить возле озера Балхаш. Дефицит газа на внутреннем рынке прогнозируется уже в следующем году. Обеспечение внутренней потребности в газе имеет безусловный приоритет над его экспортом. Прошу правительства совместно с акционерами месторождения Тенгиз проработать вопрос перенаправления 2 миллиардов кубометров газа с экспортного на внутренний рынок. На другие пробелы глава государства тоже указал. По словам Касамжумар Тукаева, необходим поэтапный переход на платное распределение квот для экспорта ориентированных отраслей экономики. Тукаев отметил недостатки в работе проверяющих органов. Экологические проверки иногда проводятся удаленно, без выезда на площадку. Однако на практике мы видим совершенно другую картину. Органы по валидации и верификации выбросов парниковых газов не выезжают на площадки операторов установок, заверяя предоставленные отчеты удаленно. Таким образом, в разных регионах страны ими может быть одновременно верифицировано порядка 20 отчетов. Это вызывает большие сомнения в достоверности подобных отчетов. Поэтому поручаю правительству принять действенные меры для усиления ответственности и компетентности органов по валидации и верификации выбросов парниковых газов. Без усовершенствования законодательной базы все эти новшества невозможны. Потому сейчас идет работа над созданием нового экологического кодекса. Документ позволит предприятиям модернизировать производство за счет полного освобождения от экологических платежей.